Асланчик, приведай себя в порядок, сейчас приедут все наши родственники. Хорошо, дедушка, уно момента. Ах, Ахмед, они уже здесь, иди знакомить Асланчика. Да, Ахмед, я на месте. Это мои родственники. Салам, дядя Али, салам, дядя Хамали, салам, дядя Расул, салам, дядя не помню как звать, Салам, тетя Алима, салам, тетя Амина, салам, тетя Фатуш, салам, тетя Явдуш, салам, дядя, спасибо, что вы последний родственник. Вроде бы со всеми посаламкался. Ты что, не кинул салам дяди Маги? Дедушка, это кто из них? Да какая разница, я их сирот два раза в жизни увижу, на свой день рождения, и когда я откинусь. Откинусь ты точно сегодня. Пссс, малой, иди сюда. Да, Асланчик. В общем, дело такое, что-то в комментариях пишут, синяя толстовка была лучше. Давай махнемся, я тебе черную, а ты мне синюю обратно. Нет. Да Артурка, она лучше. До сих пор дедом пахнет. Нет. Сейчас, подожди. Толстовка ему не понравилась. Асланчик, а где Артурка? Наверное, на учебе. У них же сейчас этот тихий час. Хорошо. Асланчик. Дедушка, я же сказал, тихий час. Давай, давай. Опять в игрушки играешь? Дедушка, это же Рамбл Бласт. Я уже шесть суток играю. Тут лютейший геймплей, и каждую минуту крутейший бонус выпадает. Сейчас тебе выпадет еще один крутейший бонус. В размере двух чабалахов. Иди работай. Все, все, понял. Особо не кричи, я ухожу. Бонусы кричишь. Дедушка, где ты был? Прошло 27 лет. Тишину поймай. Прошел я всю игру. Бомба, честно говоря. Продолжение следует... Ага, придумал. Да блин, че ты молчишь? Че случилось, Асланчик? Дедушка, да я че-то с девчонкам пишу, познакомиться хочу. А они не отвечают. Дай посмотрю. Ты что, голубец что ли? Пиши как мужчина. Держи. Так быстро. А ты еще кто? Я просто Ахмеду покушать принесла. Покушать принесла. Давай, я ему передам. Но. Без но. Пшал он отсюда. Я поняла, я поняла. Ахмед, кое-что попросили тебе передать. Дедушка, бабушка, я пойду с кентами погуляю. Всем общий салон. Блин, я ключи дома забыл. Нельзя просто так взять и пойти обратно. Все подумают, что я тупой. Тем более, мне только что блатной паханяк был. Думай, думай. Да, Ахмед. Че ты опять от меня хочешь? Я приду и настигну тебя. Ты забыл ключи. Держи. Спасибо, дедушка. Ну ты же сам понимаешь, там шутки эти. Я пошел. Эй, ладно, Асанчик, уже поздно. Я домой пошел. Баха, стой. Можно я у тебя поживу там первое время лет 5-7? Я просто Ахмеду там дерзанул недавно. Эй, не мороси, да? Ахмед уже либо спит, либо уже давно забыл. Базара нет, тоже верно. Ладно, я помчал. Я ждал этого 5 часов на одном месте. Асанчик, закройся в комнате и не выходи. Дедушка, что случилось? Я иду на хипиш. Возьми меня с собой. Рубиться я не умею, но так чисто жути прогнать на заднем фоне могу. Ты не вывезешь молотой, сиди в комнате. Прошло уже 4 часа. Что там, дедушка уже размотал всех? Интересно, зараза. Ладно, пойду посмотрю. Что за фигня? Ля ты крыса, как всегда, не один пришел, так еще и мусорнулся. Ахмед, давай я за тебя его вырублю. Ахмед, я сам не знаю, как тут оказался. Чутье в мусорское. Ахмед, давай зарубимся, я тебя не боюсь. Не чавкай. Дедушка, ты сам чавкаешь. Не чавкай и не гавкай. Я тогда вообще хавать не буду. Ах ты. Ты что, меня ударил? Ах, дедушка, прости, я чисто по энергии тебя шамарнул. Алло, Расул, срочно на хату ко мне приходи. Да, Сланчик, что случилось? Если чисто ха-ха поймать, то я занят сейчас. Дела мусорские. Дело срочное, давай быстрее. Все, все, понял, 15 минут, максимум неделя, буду сейчас. А, Сланчик, что случилось? Что за срочность? Расул, в общем, вот. Ты в своем уме? Ты что, на деда заяву накатал? Ты что, терпилась что ли? Ахмед. Я как ван дам жизнь. Что у тебя мусор на хате делают? Я заяву на деда написал. А, Сланчик, ты мусорнуться решил? Баха, не рассказывай. Тебя в прошлом году пятиклассница ударила. Ты ее на 8 лет посадил. Всё, тишину поймай, Ахмед идёт. Надо думать, чё делать. Он вот-вот зайдёт. Я придумал, одевайся в рассолок. Вы же как две капли воды. Асланчик, не одену я мусорское. Если ты про то, что ему два года подряд инфу про всех сливал, это враньё. Баха, да я вообще не про это, вы лицами похожи. Асланчик, меня матушка на хату в мусорском не пустит. Ты 24 на 7, у меня на хате, тусушь. И тебя и так, и так матушка не увидит. Или ты хочешь, чтобы Ахмед на собой хуранил? Всё, не мороси, ладно. Ну чё, как я тебе, Асланчик? Что тут происходит? Да, Ахмед, я Расул. Всё хорошо, зашёл в чисто Асланчику салам кину. Хорошо. Расул. Да, Ахмед. Ауе. Жизнь ворам. Я так и знал, что ты тупой. Чё происходит? Дядя Расул, вы хотите сучнуть Асланчика? Нет, Артурка, откуда ты вообще такие слова знаешь? Ахмед. Расул, подойди поближе. Да, Артурка, ты мне хочешь что-то сказать? Ах ты, маленький. Ты ничего не перепутал. Артурка, иди прогуляйся чуток. С удовольствием, дедушка. Асланчик, что случилось? Бабушка, я ударил в сабдомерной косяк. Асланчик, срочно покажи рану. Это срочно нужно обработать. Пока не пошло заражение крови, нужно прижечь, как в фильме Рэмбо. Бабушка, не надо ничего прижигать. Я просто ударился, это просто царапина. А это просто дверной косяк. Дверной косяк? Он, наверное, во время удара ещё и кредит на тебя оформил. Я видела в программе «Жить здорово». Тебе нужно перемотать ногу, обработать перекисью, добавить туда угля и отрезать ногу под корень. Бабушка, хватит жути нагонять. Это просто царапина, полная фигня. Не реагирует. Туповатые вот эти вот тинейджеры. Говорила, вот бабушку надо слушаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова